Всем привет! Сегодня у нас необычная видеоупаковка. Думаю, многие из вас знают такое американское шоу, как Forging Fire или же Междуумолком на наковании в русском переводе. Кто не в курсе, суть в том, что со всей Америки приезжают кузнецы-оружейники и куют ножи на время. Три часа дается на ковку клинка и слесарку, и три часа на доводку клинка и изготовление рукояти. И сегодня я пытаюсь повторить это. Погнали! В большинстве выпусков оригинального шоу кузнецам дается полная свобода выбора ножа, который они будут ковать. Дается только минимальная длина клинка, меньше которой изготовить нельзя. И сегодня я буду ковать нож в овне. Сейчас поставил таймер на телефоне и периодически на экран буду выводить текущее время. На эскиз клинка дается 10 минут. И начинаем, нарисуем примерно, что мы хотим получить. Клинок у нас будет не менее 30 сантиметров. И вот так должен по итогу выглядеть полученный нож в течение следующих 6 часов. Заготовкой для ножа будет вот такой кусок пружинной стали. И сейчас закладываем его в горло и начинаем. Время уже и дали. Первый нагрев всегда занимает много времени, особенно если заготовка массивная. Когда температура достигает 1100 градусов, я приступаю к ковке. Время уже и дали. Оттягиваю хрустовик клинка на начальном этапе ковки. Потому что когда клинок приобретет совершенный вид, это будет сделать гораздо сложнее, чтобы не помять уже готовую ковку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перековка заготовки в полосу окончена. И я беру в руки ручной молот, чтобы придать ей форму ножа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда кончик ножа оформлен, я перехожу на низкую наковальню, чтобы повысить силу ударов и начинаю ковать спуск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Когда ковка почти закончена, я беру более легкий молоток с плоским бойком и равняю клинок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так я завершил ковку клинка, на это ушел примерно час. Сейчас он остынет, я приступлю к черновой слесарке. Хочу отслесарить его перед закалкой, чтобы по закаленному было меньше точить, и мы потеряли меньше времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Равномерно прогреваю клинок и закаливаю его в машинном масле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обламываю кончик клинка, чтобы посмотреть зерно. Об этом способе проверки качество закалки, говорится в одном из моих предыдущих видео. Делаю отпуск клинка в еще не остывшем гарнире. Клинок покрываю маслом для того, чтобы избежать перегрева. И за полтора часа я получил полностью закаленный и готовый к слесарке клинок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделал перерыв 5 минут, отдохнув, отчистил нож от масла. Поводок нет, клинок ровный. Все шикарно, закалка равномерная. Обух оказался чуть мягче, но, собственно, это было сделано специально, потому что опущен в масло он был не до конца. И при фактической нагрузке этот нож не сломается, а погнется за счет мягкого обуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Финиширую клинок на ленте скотч-брайт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итого длина самого клинка у нас получилась 35 сантиметров, то больше 30, чего и требовалось получить. Ширина клинка 5,5 сантиметров. И обух 6 миллиметров. И последним этапом сверлю отверстие для крепления хвостовика в рукояти. Оно нам понадобится в следующем видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, в 3 часа я уложился, даже с небольшим запасом. Клинок готов. Мне он, честно сказать, очень даже нравится. Все ровно, четко, хорошо. Закалка качественная. Что ж, клинок у нас готов. Я уложился в 2 часа и 40 минут. Было ли это испытание сложным? Ну, я бы дал ему 6 баллов из 10. В следующем видео будет изготовлена рукоять для этого ножа, также в формате шоу за 3 часа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok